Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и как и обещал в предыдущем своем видео, в котором высказывал мнение про набор с Т-34, Т-23Е3 и ПЗ-4С. Кстати, обзорчик на этот набор и на Т-34 в частности, можете посмотреть по ссылочке, которую положил в описании. В этом видео будем делать обзор на Т-23Е3, обзор беглый, машину раньше мы заценивали, она многое количество лет в игре находится. И особо обсуждать долго здесь нечего. Могу от себя сказать, что да, это 7-ка, не 8-ка, многим мне это не подойдет. Но, ребят, данный танк предназначен для того, чтобы на нем понабивать шишек, научиться играть. И это довольно-таки неплохой дешевый вариант премиумной машины для того, чтобы потренироваться играть на прем-танках. В отношении уровня урона 160 единиц, для 7-го уровня маловато, спорить не буду. Но, ребят, 3,5 секунды перезарядка, время сведения в 3,2, нормальная божеская возможность выцеливать соперников благодаря неплохому разбросу и действительно классный ДПМ в 2754 единицы. Стоит отметить, что негативом по машине является уровень пробития в 160 мм базовым снарядом. И очень часто я лично пользуюсь подкалиберными на 208. Особенно очень тяжело играется против восьмерок. Ну, правда, с семерками и шестерками проблем не состоит вообще никаких в том, чтобы кого-то пробить. Ну и второй минус это минус 6 по орудию. Действительно часто дискомфортно, но к этому, в принципе, можно привыкнуть. Во всем остальном машина вполне себе неплохая. Мне лично тачка заходит именно благодаря своей скорострельности. Я очень люблю скорострельные орудия в нашей игре. Именно поэтому Т23Е3 прям создан для меня. Ну что, берем танки и поехали покатаемся. Ну что, поехали, друзья. Давайте будем начинать тестировать. По подвижности, по маневренности. Для среднего танка вполне себе нормально. На месте разворачивается очень классно. И если вам есть необходимость поменять направление своего движения, вы это сделаете с легкостью. В отношении угла склонения орудия вниз. Ну, тут печалька. Спорить не буду. Хотя, в целом, довольно неплохо. Как видите, вот так выглядит довольно-таки нормально. Можно отыгрывать периодически от башни. Хотя, особой брони там, безусловно, нет. И против тяжелых танков будет, ну, в край сложно. Что могу сказать в отношении точности орудия, в отношении скорострельности. По скорострельности уже высказался. Действительно, очень бодрое орудие. Очень быстро перезаряжается. Вы такой себе пулемет, который может накидывать вполне спокойно, довольно часто. И при этом, да, пускай не сильно большой разовый урон. Я бы сказал, небольшой разовый урон. Но при этом всем вы такой себе боксер в легком весе. Который накидывает не благодаря тому, что делает один точный хороший удар и сразу сносит с копыт. А делает те серии ударов, которыми делаете неприятно своему сопернику. Так, по пробитию. Сейчас, в принципе, неплохо. Потому что есть нижний бронелист страдальщеский у Т-34. Но, в целом, я не могу сказать, что это пробитие великолепно. Хотя, с другой стороны, достаточно. Я сейчас успеваю сделать два выстрела по сушечке. Если сейчас повезет, то успею сделать третий. Ну и благодаря этому делаю сушку практически шотной. Ну а если повезет, то и шотной, в принципе. Откатиться назад вообще не проблема. Ход назад у тачки просто идеальный. Вы можете вполне спокойно дать заднюю и прям задом куда-нибудь отваливать на большое расстояние. В этом у вас тоже проблем абсолютно никаких не будет. Так, сейчас меня или разберут, или нет. На отмашь кидаю. На всякий случай, вдруг сушечка там прячется. Ну и теперь давайте попытаемся поехать помочь нашему... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подловили меня. Ну да ладно. Бог с ним. В целом, все, что необходимо было заценить, заценили. Какие плюсы могу сказать по танку в целом? Первое. Его небольшая стоимость. Когда его продают отдельно, он не так уж и дорого стоит. И он играбельный до сих пор, несмотря на то, что огромное количество лет находится в игре. Второе. Это неплохой вариант для новичков научиться играть на средних танках. Потому что здесь есть все. Есть скорострельность, есть хорошая подвижность, есть плюс-минус какая-никакая броня. И да, безусловно, против восьмерок играется сложновато. Но даже против восьмерок вы можете довольно неплохо отыгрывать, если будете играть вместе со своей командой. Если говорить о игре на данной машине против себе подобных семерок и встречаясь с шестерками в боях, то там машина чувствует себя еще более комфортно. Рекомендую ли я к приобретению данную машину? Да, однозначно. И считаю мастхевом в ангаре каждого, как минимум, начинающего танкиста. Понятное дело, что более подкованные танкисты, которые до сих пор по какой-то причине не имеют данного танка у себя в коллекции, не будут на него обращать внимание, потому что имеют хороший запас других, более интересных машин, особенно уровнями выше. Но в целом сам танк, как предмет для того, чтобы на нем заходить в бои и получать удовольствие, очень даже неплохой. И когда мне хочется пофаниться и повеселиться, когда я не хочу задумываться о среднем уроне, не хочу задумываться о победе или поражении, а просто весело заехать и пострелять, я выбираю данный танк довольно-таки часто. Ну и плюс к тому, беру его тогда, когда мне необходимо выполнить какие-нибудь клановые боевые задачи, допустим, связанные с игрой именно на этом типе техники или на определенной нации. Поэтому в целом машина меня удовлетворяет очень даже и довольно-таки долго находится уже в моей коллекции, не пылясь в ангаре действительно месяцами. Вот такое вот честное мнение по поводу Т23Е3 и в отношении набора покупателей нет, решайте самостоятельно, посмотрите обзор, который я положил в виде ссылочки в описании. Но стоит ли обратить внимание на Т23Е3? Да, стоит, потому что машинка этого внимания действительно достойна. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.